Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Прецветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим об огурцах. Почему это актуально в эту пору, в августе месяце? Потому что многие посадили огурчики, огурцы только начались и начинают желтеть, и начинают поебать. И что предпринять для того, чтобы ваши огурцы и ожили, позеленили, и стали давать обильный урожай, и плодоносили чуть ли не до заморозков. Можно ли это добиться? Конечно, все это можно добиться как в открытом грунте, так тем более в защищенном грунте. Но если в защищенном грунте это получается более-менее во всех, то в открытом грунте не всегда. Почему неудачи постигают нас при вращении огурцов именно в августе месяце? Да все, причина очень простая. Огурец тропическое растение, ему температура, чтобы даже в ночную пору, она не опускалась ниже плюс 15 градусов. А в августе у нас ночи бывают и 8 градусов, и 12 градусов, то есть температура крайне неблагоприятна для огурца. Так вот, по аналогии с человеком, огурцы просто-напросто в такие холодные ночи, они застуживаются. А как проявляется простуда в огурцов? А очень просто. Если у людей это насморк, то огурцы начинают желтеть. Огурцы начинают желтеть, у них отмирает корневая система. И вот многие наши дачники просто недоумевают. Был огурец не красивый и начал желтеть. Ну а какие причины, значит, способствуют для того, чтобы огурцы ваши взяли? Самая простая причина, которую мы забывают, это то, что огурцы необходимо поливать только теплой водой. В августе месяце никакой холодной воды. Воду надо нагревать, неважно, в ведрах, в бочках или где-то, нагреть водой. И только нагретой водой желательно первые половины дня делать все поливы. Под вечер, мы когда будем поливать, мы опять же застуживаем землю в ночную пору. И опять же создаем неблагоприятные условия для нашего огурца. Пролили теплой водой, понятно. Ну и дальше надо же профилактикой заниматься. Что предстоит профилактика? Профилактика в том, что наши корневые гнили мы должны победить. Для того, чтобы они не порчили корневую систему нашего огурцова. Ну где-то есть такие прекрасные препараты два. Вот здесь препарат триходерма, препарат фитоспорин. Оба препарата по инструкции разводим, соединяем. И поливаем под корень. Ну не только под корень, может попасть и по листьям. Делается это просто, конечно, с лейки. Взяли лейку, докуда можете дотянуться, поливайте. Но старайтесь, чтобы эти препараты попали под корень. Ну нет у вас препаратов. Может же быть такое. Запросто может быть. Значит, знайте следующее. Что огурцы будут меньше желтеть в том случае, если их будет обрабатывать щелочными растворами. Что имеется в виду щелочных растворов? 100 грамм хозяйственного мыла на 10 литров воды. Или полстакана 200 граммового древесной золы на 10 литров воды. Все тепленькой водичкой заливаем и обильно-обильно опрыскиваем наши огурцы. Ну если условия позволяют, то небольшой там огуречник у вас, то можно и пролить и под корень. Значит, вот эти щелочные растворы, как бы опять же убивают патоген микрофлору, наши огурцы будут оживать прямо на глазах. Но не забывайте, что все эти меры, что я назвал, они как бы, ну, недолгосрочные. То есть не то, что вы сделали один раз и забыли. Нет, эти меры надо предпринимать каждую неделю, предпринимать эти меры. Ну, если вам недосуг возиться с этими препаратами, что я вам назвал, все эти вот работы выполнять, тогда делайте очень просто. Опять же ставьте дуи, такие, как вы ставили весной, когда сели ваши огурцы. Просто уже большего размера можно купить, потому что огурцы разрослись уже. И накрываем сверху спонбондом. Накрыли спонбондом, это если вы мало обываете, и ваши огурцы заметно под спонбондом оживут и станут давать неплохой урожай. Но если вы где-то имеете этот огурец не кость для дома, и условия вам, вы можете каждый день открыть-закрыть, тогда на ночь огурцы лучше накрывать полиэтиленовой пленкой. Это предохранит от ночных колебаний, и ваши огурцы будут себя чувствовать прекрасно, и будут радовать вас великолепным урожаем. Так что, видите, способы реанимировать огурцы очень простые, ничего там сложного нет. Ну и что, как бы, тоже по аналогии с помидорами, можно огурцы обрабатывать и молочнокислыми бактериями. А что такое, значит, молочнокислые бактерии? Они содержатся у всех молочных продуктов. Поэтому достаточно взять 2 литра молока, или 2 литра кефира, или 2 литра сыроводки, это, надеюсь, и плюс 8 литров воды. Это растворить, и туда 10-15 капель йода. Значит, по молочным продуктам есть любители, которые концентрацию увеличивают. Значит, не советую этого делать. В своих опытах я убедился. Повышение концентрации молочных продуктов приводит к ожогам. На листьях появляются точки, и растения просто надо обжигать. Опытным путем установил, что самая оптимальная доза – это 2 литра плюс 8 литров воды. Больше концентрацию повышать не надо. Вот таким раствором, опять же, очень полезно обрызгивать ваши огуречки. И точно так же, по аналогии, можно и брызгать помидоры. Это будет защищать их также от различных болезней. Так что используйте эти способы, получайте богатый урожай огурцов. Пусть эта культура радует вас ежегодно. До новых встреч на нашем YouTube-канале.